Экскурсия для студентов юридического института началась в музее управления. Общественник Александр Тарасов рассказал ребятам об истории создания Одинцовской полиции, особенностях различных служб и ведомств. Наш музей в 2005 году начинался. Его тематика строилась на том, чтобы показать, оставить потомкам и показать людям, которые бывают у нас на экскурсии, рассказать о службе, о подвиге наших предков и о самой системе органов внутренних дел, насколько она важна и значима в нашей жизни, то есть в жизни нашего государства, в жизни нашего народа. После экскурсии стражи порядка показали студентам, как работает экспертно-криминалистический отдел. Ребятам предложили освоить метод дактилоскопии и даже снять отпечатки пальцев. С помощью потожирового вещества и специального порошка криминалисты находят оставленные преступникам следы. Папиллярные узоры на руках у каждого человека индивидуальны. Они не меняются на протяжении всей жизни. Этот эксперимент вызвал особый интерес у студентов. Мне понравился криминалистический отдел. Меня криминалистику очень давно интересует. Мне и мама говорит идти продолжить работу там. Она говорит, что это очень интересно. Что я сегодня именно увидела, это как снимали у девочек отпечатки пальцев. Действительно, это очень интересно, эти расследования, когда выезжает группа на какие-то задания, как снимаются отпечатки пальцев, может, какие-то там следы преступления. Это как бы очень интересно. Студентам также рассказали о правилах вступления в добровольные народные дружины, об их деятельности. Ребята узнали, куда можно обратиться, чтобы стать таким активистом. Неудивительно, что их заинтересовала эта работа. У народных дружинников есть много привилегий. Специальная форма, бесплатный проезд в городском транспорте, оплата мобильной связи. Это своего рода внештатные сотрудники полиции. Сейчас, как говорится, активно идет время такое, все поняли, крайнюю необходимость, то есть связки между простыми людьми и безопасностью территории общественной, и вот этой связкой между полицией и людьми, так сказать, обыкновенными гражданами, которые проживают на своей территории. По мнению полицейских, молодые люди могут существенно помочь в охране общественного порядка и в борьбе с правонарушениями. В завершении акции ребята поблагодарили сотрудников полиции за интересную экскурсию и сделали совместное фото на память. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.